Я хотела сегодня осветить одну такую тему, она в общем-то не какая-то там глубокая, она не какая-то там сложная, просто она довольно-таки актуальная в наше время, ну и не только в наше время на самом деле. В последнее время очень много разговоров ходит о том, что вот синтетические продукты, вот это вот все химия, вот особенно женщины переживают по поводу вот этой вот химии, которую надо на лицо намазывать, да вот в наше время там вот типа ну подорожник приложили и куда-то уж хорошо, ну нет, нехорошо. Это такой спойлер, это будет в конце, почему нехорошо подорожник. Я хотела поговорить сегодня о такие синтетике и органике, а это два таких слова, которые сейчас на которых очень спекулируют, очень любят их вернуть для того, чтобы что-то пропиарить или какой-то создать анти-пиар для средств, например, тех же средств по уходу за лицом, например, да, за кожей. И, кстати говоря, и в лекарственных средствах та же самая история. Вот натуральность это хорошо, а не натуральность это вот прям ай-яй. Так вот, два главных страха, которые присутствуют сейчас в массах у нас, это первое, что вот это ненатуральность, а второе, это то, что современные средства, они достаточно агрессивные, ну вот вследствие того, что они ненатуральны. Страхи у нас почему возникают? Страхи возникают от неизвестности. Ну то есть мы не разбираемся, значит, не знаю, химик есть в зале или в зуме? Ну не важно, ну нету химиков, короче. Так вот, когда мы не разбираемся в химии, конечно, может быть и страшно, что вот там химические вещества, они вот какие-нибудь вредные. И в частности, ну синтетические вещества кажутся более вредными, чем те, которые не синтезированы, а получены вот уже в готовом виде из природы. Ну и то, что синтетические различные вещества, входящие в состав косметики, парфюмерии, пищевых, лекарственных продуктов, что они очень сильные, что они очень сильно воздействуют, что без них потом невозможно там кожу привести в порядок, да, допустим, или здоровье. Так вот, хотелось бы тоже сказать, что органические соединения, та самая органика, вот как вот это слово, само органика, его очень любят применять в пиаре натуральной косметики. Не синтезированные, да, там, из каких-то веществ, а вот прям взятые вот целиком, вот масло, например, там, какие-то любые масла, возьмем масло, там, оливы, масло черного тмина, любое масло возьмем. Вот оно как бы вот не синтезировано, оно взято из природы в том виде практически, в котором есть, ну там очистили немножечко его. Так вот, та самая органика, она может быть натурального происхождения, а может быть она синтезированная. Я хочу напомнить, что органические соединения, это не те, которые взяли прям из природы, а те, которые получаются в результате соединения углерода, молекул углерода, атмос углерода, простите, вот, с какими-то другими, там, с кислородом, с водородом, с азотом. То есть, по сути дела, органика, это не страшно, органика, это просто, ну, химические соединения, вот. Поэтому, когда вот в какой-нибудь рекламе мы слышим, ах, органика, так вот нет, это пиар, это ерунда. Ну вот, ой, слушай, я запинаю что-то. Ну вот взять, например, наш вот этот углерод, он может быть очень разным, в зависимости от того, в зависимости от того, при каких обстоятельствах он соединяется с какими элементами разными, химическими. Он может быть очень разным. Бывают синтетические, органические соединения токсические для нас, а бывают нетоксические. И я бы хотела как раз сказать, что на примере нашего самого любимого базового набора Ивнинке я бы хотела рассказать о том, что вот эти синтетические, органические соединения, которыми изобилуют вот эти четыре средства, входящие в набор, так вот, они абсолютно безопасны. Я разобрала составы, ну, насколько мое образование и упорство позволило. Я посмотрела, насколько допустимо использование, ну, практически каждого компонента, каждого ингредиента, насколько оно допустимо, например, той же, ой, как же она, FDA, так, сейчас скажу, FDA, Food and Drug Administration. Это управление, это американская структура США, которая, значит, осуществляет контроль, надзор над всеми пищевыми продуктами и лекарственными средствами. Вот они как раз-таки разрешают или не разрешают, значит, вводить в производство те или иные вещества. Так вот, я как раз хотела сказать, вот начнем по порядку с того средства, с которого начинается уход у нас вечерний, да, мы помним, что, в принципе, вот этот вечерний уход – это базис. Быть без него мы не можем, в принципе, продолжать. Все остальные средства, которые мы нанесем на лицо или не на лицо, они, в принципе, ну, практически не будут работать, если мы не будем использовать вот этот вот базовый набор, который подходит, на мой взгляд, вообще всем. Так вот, практически все эти средства, ой, сейчас скажу, практически все эти ингредиенты в этих средствах, они как раз-таки синтетического происхождения. Подавляющее большинство их синтетического происхождения, больше того, это, господи, вещества, которые являются производным нефтепереработки. То есть большинство компонентов сделано из нефти. Вот скажите, пожалуйста, из нефти – это органика или это вот неорганика? Ну, для вот возражающих, мы вот сейчас так прокрутим, да, вот кто-нибудь возразит, если. Это органика. Еще какая органика? И нефть органика, и продукты нефтепереработки – это тоже органические вещества. Вот, кстати, про минеральное масло я уверена, что слышали вообще все, и все находили его в составах косметических средств. Кто не любит минеральное масло? Поднимите руки. Все любят минеральное масло. Никто не пробовал. Никто не пробовал, а неправда, пробовали, все пробовали. Между прочим, минеральное масло – это самый, ну, ладно, может быть не самый, один из самых безопасных компонентов. То есть это настолько очищенная субстанция, очищенная от всего, чего можно очистить нефть. Настолько, что минеральное масло можно использовать и детям, и, там, не знаю, беременным женщинам, и тем, у кого сухая кожа, и тем, у кого, кстати говоря, жирная кожа. Фактически минеральное масло не является комедогенным веществом. То есть оно не вызывает закупорку устиц потовых и сальных желез на коже. Соответственно, вот нету этих черных точек. Ну, понятное дело, что все в мире относительно, и все организмы разные. И если, например, при жирной коже, при влажной коже поливаться этим маслом утром, днем, вечером и еще можно ночью, то тогда можно, так скажем, переувлажнить кожу. Потому что минеральное масло – это один из самых распространенных, самых доступных и дешевых, в том числе, и безопасных эмолентов. Эмоленты – это вещества, которые защищают кожу, образуя такую тончайшую невидимую оболочку, масляную, масляную оболочку. Эта оболочка предотвращает излишнее испарение влаги из кожи, то есть кожа у нас не пересыхает. И также минеральное масло как бы защищает от, ну, таких микро-повреждений механических. То есть где-то там натертости, потертости не зря. Например, тот же вот Джонсонс Бэби, как он там называется, под подгузник, если слышали, да, вот, женщины в основном. Так вот, под подгузник используется чистое минеральное масло. Я забыла, как это называется, эта бутылочка вот с этим маслицем, с этой прозрачной субстанцией. Вот, там чистое минеральное масло, и еще иногда они там отдушки добавляют. То есть это под подгузник используется для того, чтобы, во-первых, значит кожа ребенка просто не потерлась. А во-вторых, чтобы влага из гне тоже не попадала в кожу ребенка. Вот. Ну вот единственное, что если переусердствовать с минеральным маслом, да и то только если там на жирной, влажной коже, так тогда можно создать такой эффект, знаете, банки, когда мы закатываем, там, грибочки, огурчики, там, я не знаю, еще что. Так вот, если не простерилизовать банку или плохо простерилизовать, мы там, значит, герметично запаковываем, там все бактерии, там микробы, вирусы, плесневые, грибы, споры и так далее, все, что там жило, оно начнет там просто размножаться со страшной силой. Так вот, минеральное масло может произойти такая же история, если переусердствовать, если не очищать кожу перед тем, как нанести минеральное масло на постоянку. Но в данном случае, а, кстати, и еще один момент, минеральное масло предотвращает излишнее отшелушивание рогового слоя кожи. То есть те чешуйки, которые отмерли, они остаются под этой пленочкой, никуда не деваются, ну и, соответственно, если попадают какие-то бактерии или споры грибов или вирусы, то может начаться воспаление. Вот, то есть там не минеральное масло виноват, обычно бывает. И что хотела сказать, в данном случае минеральное масло стоит у нас в глубоком уходовом средстве, тип, оно у нас стоит на первом месте. Это означает, что минерального масла там самый большой процент. То есть там у нас по мере уменьшения процентовки располагаются в списке ингредиенты. Так вот, его больше всего. Что оно делает? Оно нам дает растворение сальных каких-то выделений, да, естественных наших, вот как раз таки, чтобы потом их проще было смыть. И чем хорошо здесь и чем безопасно здесь в данном средстве минеральное масло, это тем, что мы все это потом смываем очень хорошо. И масло, и кожное сало, и пыль, и косметику, и так далее. Пропиленгликоль, еще одно страшное слово. Я на самом деле не стала, опять-таки, указывать натуральные компоненты, как экстракты разных трав, потому что это, ну, это мы не в 7 часов утра выйдем, а, не знаю, в 7 часов утра, следующего месяца какого-нибудь. Вот, поэтому разберем самые страшные названия. Пропиленгликоль. Пропиленгликоль – это довольно агрессивный, из наименее агрессивных и наиболее приемлемых растворителей. Наряду с бутиленгликольом, он тоже там в каком-то средстве, я уже забыла, в каком-то средстве он тоже фигурирует. Это растворитель. То есть у нас минеральное масло растворитель растворяет загрязнение и жиры. Пропиленгликоль тоже растворяет загрязнение и жиры, и декоративную косметику, которая у нас на лице. Петролатум. Ой, слушайте, петролатум – это интересная штука, я с ней как-то не была знакома, поэтому я еще быстренько подгляжу. Кстати, ремарка. Все эти продукты нефтепереработки также используются в производстве лекарственных средств и в пищевой промышленности, между прочим. И тоже минеральная масса. И тот же пропиленгликоли их можно использовать в пищу, ну, в качестве добавок. Ну, понятно, что там есть допустимые проценты этих веществ. Так вот, петролатум – это есть не что иное, это тоже супер-супер очищенные нефтяные масла, которые имеют такое слабое бактерицидное свойство. И еще они обладают таким невыраженным, да, но тем не менее заживляющим эффектом. То есть если есть микроранки или микропорезы, или еще какие-нибудь повреждения, незначительные повреждения кожи, то как раз-таки петролатум нам помогает в заживлении этих повреждений. А вот, кстати, хотела сказать, что пропиленгликоль тоже обладает бактерицидными свойствами. Ну и все, что обладает бактерицидными свойствами, оно используется практически как консервант. Вот тоже страшное слово – консервант. Вот, так вот, тем не менее эти консерванты, сами знаете, они помогают хранить лекарственные средства или косметические препараты намного дольше, чем если бы это были какие-то органические, натуральные вещества. Ну то есть тоже масло, мы знаем, оно прогоркнет, а вот минеральное масло, оно не прогоркнет, петролатум не прогоркнет, не окисляется, ничего с ним не будет. Минеральное масло – это вообще один из самых нейтральных и таких устойчивых веществ. Далее, вот тоже интересное слово – изопропилмеристат. Это тоже продукт нефтепереработки, и FDA тоже одобряет использование изопропилмеристата, в том числе и в пищевой промышленности. Я уж не говорю о том, что его точно можно мазать на кожу. Значит, еще у нас там целая группа эмультаторов, таких как полисерпат-60, цитиловый спирт и глицерилстерат. Это эмультаторы, которые нам дают просто подходящую консистенцию косметического средства, чтобы было удобно пользоваться. Чтобы минеральное масло – это вообще жидкость, да, такая маслянистая, оно течет. А вот эмультаторы, они нам дают попользоваться минеральным маслом и всеми жидкостями, не обливаясь вот до локтя. То есть мы можем выдавить горошинку там на ручку, и ничего не будет. Вот оно будет у нас лежать, куда не побежит. Так, еще один тут у нас претендент на стигмату – это каприловый триглицерин. Звучит тоже так, ну, прям скажем, но не очень, да. А на самом деле каприловый триглицерин – это сочетание кокосового масла и глицерина. Вот, то есть это, опять-таки, абсолютно безопасное соединение. Ничего там такого страшного нет. Более того, каприловый триглицерин нужен нам для того, чтобы кожа была увлажненная и насыщенная, между прочим, жирными кислотами, которые мы очень любим в виде, там, омега-3 и так далее принимать внутрь. Так вот тут мы то же самое делаем, только наружу, сверху, на кожу. Я не буду там, там дальше еще куча всяких разных экстрактов. Я не буду про экстракты, очень долго будет. Следующее, обязательное к применению средством из гивнинга – это пенистый очиститель, пенка наша. Так вот, если вы посмотрите на пенку, да, на состав, тоже я урезана тогда, взяла синтетические только компоненты. Если посмотрим на состав пенки и обратно вернемся к дип-клинсеру, то мы увидим, что, в принципе, это состав один и тот же, за исключением минерального масла. Но в пенке минерального масла у нас нет, потому что наша задача – смыть пенкой вот это самое минеральное масло. Так, очень интересный для меня был продукт. Я все думала, да как же, как же, как же он действует? Как же вот получается, что мы вот этим пилинг-гелем, вот что-то там вот скатываем, там какие-то вот у нас чешуйки. Как же это происходит? А происходит достаточно просто. Вот, кстати, бутиленгликоль, о котором я говорила, вот он в пилинг-геле у нас, он у нас тоже и растворяет, он в том числе, кстати говоря, он растворяет твердые частицы тоже. Ну, например, там декоративная косметика, пудры у нас там, еще что-нибудь такое. Ну вот. Значит, он, ну и, естественно, растворяет тоже жиры. Этанол. Этанол нам нужен, этот спирт, всем мы его знаем, он нам нужен для того, чтобы все остальные вещества проникали поглубже в роговый слой кожи. Чтобы, собственно, вот этот вот эффект скатки, чтобы он осуществился, нам нужен для этого спирит у свиньи. Пропиленгликоль, тоже что-нибудь и ленгликоль, это чуть-чуть профиль. Так, значит, карбомерс, слушайте, вот про карбомерс я не помню, их так много всех было. Ну, короче, знаете как? Я вот так скажу. Я поняла одно, что пилинг гель действует у нас, основные действующие вещества, которые нам дают возможность расщепить, разрыхлить, расщепить верхний слой кожи, это вот эти вот бутиленые гликоли, пропиленые гликоли и спирты. И когда разрыхлился верхний слой кожи, роговый слой, да, вот мерзшие эти клетки сухие, вот это шелушащиеся, вот что-нибудь у нас на коже, или не шелушащиеся, после этого вступают в действие, значит, кислоты, фруктовые кислоты, да, вот плоды инжира, там еще ферменты, да, экстракт жира грейпфрута, а еще, и тут есть один вот такой, вот меня испугал, вот он, гидроксид натрия. Знаете, что такое гидроксид натрия? Это едкий натрия, как бы еще называют. Я когда прочитала, думаю, опа, вот это да, едкий натрия. Нормально, думаю, с щелочами, думаю, будем сейчас лицо. Но потом я почитала, для чего нужен гидроксид натрия в косметике, в очищении, в частности. Он нужен для того, чтобы поддерживать правильную кислотность, правильный PH-средство. То есть, чтобы мы не переусердствовались с кислотами. Он немножечко нейтрализует. Вот, поэтому дальше все остальные вот эти вот страшные слова, они на самом деле тоже не страшны, поверьте мне на слово, не хочу про них говорить. Вот это самое страшное слово, феноксиэтанол. Вот, я про него прочитала, я про всех про них прочитала, я думала, что феноксиэтанол из них самый страшный. Потому что в Европе, насколько я знаю, в Европе его нельзя использовать. По-моему, его в Европе нельзя использовать. И в ДИИ его разрешает, США его разрешают, а вот европейские их коллеги, они вот против вот этого феноксиэтанола. Ну, с учетом того, что он стоит в самом конце списка, он в принципе нам, ну, я не знаю, может там играет какую-то роль или нет. Наверное, играет технологам виднее. Ну, да, вот про гиалуроновую кислоту, кстати, тоже не сказала. Она-таки тоже кислота, но она, напоминаю, что она задерживает воду. То есть, когда мы убрали бутиленгликолин, там все растворили, пропиленгликолин все растворили, этанолом разрыхлили, кислотами почистили, мы еще и влагу, которую притягивает гиалуроновая кислота, оставляем внутри вот этого верхнего слоя. Нужная штука, короче. Вот. Ну, и последнее средство из нашего вечернего ухода, не ежедневного обычно, насколько я понимаю, это наша любимая вот эта вот масочка, тянущаяся. А тянется она у нас за счет поливинилового спирта. Слушайте, вот кто думает, что спирты сушат кожу? Или думал когда-нибудь? Ну, скажите, вот. Чего-чего? Тоже гамаллерген? Вот. Все думали, что все сушат, а вот оказывается, что нет. Некоторые не сушат. Даже я вам сказала, я столько тут спиртов нашла в составе, и больше половины из них не сушат кожу, а наоборот увлажняет. Вот, например, поливиниловый спирт, он тут вообще играет роль как раз клея. ПВА-клей, знаете, так это то же самое, почти. Только другой там, другой изомер, насколько я помню. Сравнение от АСВИК. Так, серьезно. Поливинилоцетат. ПВА-клей. ПВА-поливинилоцетат. Вот, просто тут он немножко другой, я уже забыла, я не химик, на самом деле. Вот. Что он тут делает? Во-первых, он делает самую пленочку, он прилепляется, он дает нам вот этот, вот, в принципе, чтобы все остальные компоненты тоже прилепились к нашей коже. Он обладает адгезивностью и гигроскопичностью. Ну, то есть он приклеивающийся, и он еще на себя затягивает какую-то влагу, но при этом он не пересушивает кожу. И вы знаете, какое было для меня открытие? Может, сейчас вам тоже такую сенсацию расскажу. Так вот, оказывается, вот этот поливиниловый спирт, он используется вообще везде. Вообще везде. Капсулки. Некоторые делают, там, вот, допустим, да, вот, ой, такие открывающиеся капсулки, да, для лекарственных средств. Туда ему добавляют. Мы его проглатываем, этот поливиниловый спирт, а он потом распадается, там, на всякие разные вещества и воду, вот, и потом, естественным путем выходит. Я больше вам скажу, он когда потом дальше выходит через новые туалеты, через старый туалет, он когда выходит, он в природе тоже возлагается. Он, ну, то есть, ничего не случается с природой. То есть, мало того, что это безопасно для человека, так это еще и безопасно для природы. И вообще, и вообще так посмотреть, это вполне себе зеленая косметика. Так что, кто-нибудь, если скажет, ах, вот там, короче, какой-нибудь эко, чего там, эко-латье, да, вот зеленая косметика, а вот ваши вот эти вот атоми, это вот такая химия, вот это вот не химия, это самое, что у меня есть зеленая косметика, оказывается. Вот, потом я еще хотела сказать, а, кстати, вот еще таблетки для посудомойки, в растворимой оболочке, это тоже вот такой лиминевый спирт, там только пропорции разные. Потом, ладно, про глицерин не буду, про ПЕК-32 сказать? Нет, не надо. Фиг с ним, диоксид титана, вот мне тут больше диоксид титана нравится, это, на самом деле, спорный компонент, потому что многие считают, что он, ну, мягко говоря, так небезопасен, может быть. И, к слову сказать, это не только, ну, такие профаны, да, в области химии, так считают, а и многие специалисты. То есть, это спорный компонент для спецов, для химиков. Вот. Но в данном случае он никакого вреда нам не нанесет, просто потому, что мы его не употребляем, не употребляем мы его внутрь, то есть, он может навредить при проглатывании, но, токсичен, да. Вот. Но если мы его наносим сверху на кожу, то, в принципе, ничего не случится, кроме легкого осветления и гладкости кожи. Вот. Это диоксид титана. То есть, вот эти отбеливающие компоненты, это как раз диоксид титана. И, кстати говоря, еще он используется, я думаю, это знают, что он используется в косметике от солнца. Ну, то, что с SPF, значочком. Вот. То есть, он напрямую просто вот, ну, закрывает, как бы, да, кожу от лучей солнца. И своим, вот этим белым пигментом, он, получается, отражает, как бы, лучи солнечные, они не проникают. Таким образом, диоксид титана препятствует фотостарению. Так. Дальше ничего не хочу рассказывать, потому что самые мои любимые картинки – это вот. Одним движением руки и последним слайдом мы закрываем второй страх про агрессивность косметики. в частности, набор ивнинг работает у нас только вот с этим, вот с этим слоем, вот с этим слоем, больше ни с чем. То есть, то, что он там проникает куда-то, в кровоток системный всасывается, там токсические какие-то там эффекты наносит, нет, нифига подобного. Но самое интересное, что если говорить про ивнинг, то мы его на лицо наносим, то там кожа, конечно, тоньше. Там вот этого блестящего слоя, вот этот вот кусочек, это вот такой слоеный пирог на самом-то деле. И вот этого блестящего слоя нет у нас в коже на лице, например, допустим, на груди, на спине, на животе. Этот блестящий слой фактически есть только на ладонях и на ступне, на подошве. Поэтому когда мы воздействуем косметическими средствами на ладони и на ступне, мы вообще на 100% защищены. Они не проникнут туда, внутрь. Вот в эти живые клетки они не проникают. Мы работаем только с поверхностью. Мы не работаем с живыми клетками фактически. мы даем возможность живым клеткам получить что-то с помощью системного кровотока. Поэтому я всегда люблю говорить о том, что очень сложно испортить кожу косметикой. Вот прям чтобы испортить. Ну да, может там что-то не подойдет, аллергические реакции, какие-нибудь раздражения, дерматиты, может быть. Но это все обратимо. А вот прям так, чтобы испортить кожу, мы не можем в принципе косметикой, особенно сертифицированной косметикой, особенно косметикой, прошедшей различные испытания на различных стадиях. Вот. И самое основное для нас, что мы можем сделать, это мы по вот этим сосудикам кровеносным. Вот к этим живым клеточкам, вот видите у них ядра клеток живые, вот мы что-нибудь хорошее можем сюда принести. А вот отсюда мы что-нибудь можем сделать? Вообще ничего. Мы можем вот этот роговый слой немножечко разрыхлить, отшелушить, внешняя кожа будет более презентабельно выглядеть. Также мы можем сделать этот роговый слой более тонким и более эластичным, ну то есть там же это кератиновые чешуйки, они водой тоже наполняют, они гигроскопичные. Поэтому мы можем его сделать потолще, пооднороднее, помягче, вот, но в принципе особо ничего больше мы с ним не можем сделать. Ну вот Ивнен как раз вот работает на то, чтобы сделать этот слой более тонким, более мягким, более эластичным и как следствие более симпатичным. Ну все, я закончила. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok